канал интернет подписчики вот я предлагаю вашему вниманию автомобиль это как называется мерседес е200 значит сколько у него кубатура 2 литра 4 цилиндровый рядный так мужики человек вот звать его матвей очень приятно было познакомиться с ним он приехал к нам часа два на три назад это из королы вот едет проездом другой город самару и изъявил желание зайти к нам мужики что что мы обнаружили конечно никакому разумному суждению о карбюраторе нет речи карбюратор убитый конечно в клам это карбюратор он поставил 21041-10 диффузорами 24 на 24 26 значит жиклера он сверлил сам на сверлильном станке воздушные ну вроде бы говорит хорошо все подобралось он чуйкой работал вот значит что было здесь на экономазере мощностных режимов стояла пружина от пускового устройства вы поняли да мужики то есть экономазер был всегда включен стоял там жиклер на 60 стояли жиклеры топливные тоже 110 мужики я это говорю 110 115 до стояли нет 110 120 к 20 якобы ты так сделал от сверла ну ладно мужики фланец конечно был в хлам изогнутый я почему из ее желания его снимать думаю под занавес сейчас вот сиван свечи песка струет подождите не надо не надо не надо не надо я чем меня никто не видел я вон тут еще фокус тут не сделал как следует вот сейчас посмотрим что у нас получилось он он почему приехал то он сорвал резьбу мужики знаешь чё матвей ты далеко у нас коробка та лежит принеси одну к твою крышку я покажу как ты резьбу сделал мужики резьба конечно в хлам во первых несоосно она была значит просверлена резьба ведь даже по моему до резьбы дело не дошло он просверлил уже неправильно нарвал там металлу ребята нет не потому что он не рукастый нет он все сам хотел сделать все старался себе значит помочь но у него не получилось давай матвей мужики вот я вам показываю резьбу так видно будет или нет ли сейчас если вот так вот так вот можете ну там вообще кошмар конечно видите да я вот не вижу сам там раковины глубокие ребят если делать так делать хорошо но но не получилось и так сейчас значит будут нас от пескоструйные свечи вот он смотрите как он сочинил все сам делал да вот все эти привода все эти кронштейны это все стояло да и стоял такой же карбюратор ведь он он же до стоял что-то подобное потом за сколько ты крышку купил или ты карбюратор покупал рублей на разборке 500 рублей карбюратор на разборке но он приехал вот этому мотористу то есть карбюратор щеку вес а не то вот который три с половиной что тут есть такой товар есть такой товар есть по настройке карбюрации срубил с него 3 не надо не надо зачем озвучить срубил с него три с половиной тысячи а как ты говоришь и больше потом к нему никто не видит да ну я так точно мне кажется и кроме меня тоже ну ладно хорошо вот видишь я снимаю не дают не дают разговаривать сейчас иван фёдий сейчас оденет свечи почищены и у него сейчас закончится работа и мы начнем заводить карбюратор итак мужики мы продолжаем фильм вот он стоит у нас закрытый почему я вам не показываю всю рутинную работу ребята и очень много было во первых сколостым ходом карбюратор он ставил он подобрал зиклёры но он их сверлил сверлом понимаете как там один товарищ двух миллиметров сверлом сверлик ростове все 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 отверстия такие он тоже но сверлил их не знаю как чё ставить вот я ему поставил зиклёры 110 первую камеру 135 воздушный что 15 и 117 по моему и 165 трубочку тонкую zc вроде чего все нормально холостые сделали вот сейчас стоит замерзли у нас мужики колотун минус 50 градусов мы все замерзли петьку он не успевает работать наша петька так это матвей дорогой все иди нет нет закрывай закрывай капот ну да капот закрывает и мы поедем показывать мужикам чё мы с мерседесом вот он красавец мерседес двенадцатый регион люблю мерседесы люблю мерседесы так тихонечко эх мужики вот кто не поверит ну скажу никто не поверит кто не в никому не поверит сегодня вот понедельник 16 апреля сегодня понедельник вереванье моторник а вторник да вот видишь вот видишь так теперь разворачивайся вереванье сегодня у меня день рождения мужики я это к утром узнал что береванье день рождения конечно я козел татарская морда я сам это знаю прекрасно но мужики вот так вот она не кстати не на меня не обижается что я такой сякой вот сейчас поехали я еще дома не был она бедняжка ждет меня а я работаю мне тоже человека жалко надо ему от его отпустить матрея 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 пусть уедут нахер а мы их объедем можно объедем женщины они там долго здесь женщины это серьезная тема почему так у меня мутно может быть это стекло а стекло такое грязное да поехали топпи 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 а чё с глушителем проблема нет а почему так вот рев такой тихо тихо а этого воздушный фильтр так шумит и вас за 2 года вторая камера то есть через него воздух так так идет нет я согласен а может глушитель может быть там резонатор что-нибудь там трубы лопнули там рассыпался нет ну понимаешь глушитель душит карбюратор это вторая камера прям в пол а так он так звук не издает странно вот на первый объект он не будет ты понимаешь чем дело мне такое впечатление что он плюется из карбюратора плюется этим у нас такое потом этим наоборот в обратку плюется нам налево ты его так встань всех пусть проезжает чтоб тебя справа они сумели уехать опять поехали так я знаю знаю я вижу 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 пошел слушай ты знаешь нет нет это не карбюратор ты знаешь это саж нужно что сделать нужно я не знаю как ты там как говоришь на я на такое деление на такое деление давай где нибудь встанем попробуем на максимум угол увеличить да мне кажется эта херня все вот есть этот островок безопасности он никому не мешает там такая развязка вот ты туда встанешь на на перекрестке буквально еще еще и левее левее перебери пошел туда вот он вот он островок безопасности ты не справа не будешь так вот вот так вот еще 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 вот смотри ты тем не хочешь ты тем не мешаешь этим не мешает тем тоже не мешаешь пойдем выйдем с тобой серьезно поговорим эх мужики мужики люди глупые и извилины уеха разогнутые так саш поэтом пути саша сашка кучка сашу внутри иди делай обороты делать максимальный угол обережения вот он вот он говорит что какой-то здесь это максимально точно мы пошли сейчас мы ничего не обнаружим кто-то всех херня поя вот это вот как называется лишь октан корректор октан корректор но он много не дает он дает 2 градуса 3 градуса 3 каждое положение как раз снижает детонации может быть который может на первых положениях да это сейчас сейчас у нас на первом положении максимальная а было детонация выходит при раннем зажигании матвея правильно первым правильно так что 1 вот где максимальная а седьмое это уменьшение так это так понимаю надо мне детонации конечно все поехали ой матвей матвей обороты большие но это нас не волнует вот я вот первый раз марса имеется ввиду так то мэрс я делал пошел так вроде бы ничего я не знаю как она ездила вот так я ездил где-то с рассверленными с рассверленными да то все было непонятно нет ну мы-то ты-то 110 сверлил а я тебе чисто 110 поставил я очень на это рассчитывал а ты сверлил 110 ты из какого дела? из 95-го? да а 110 какой-то видел как-то отверстие? нет надо было сравнить их нету в магазинах нету нет а то что ты сделал надо было нам вот сравнить эх 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 а мы знаешь что с тобой сделаем? мы сейчас поехали туда направо там развернемся пошел топчи так а теперь децел подсосик то есть мы выводим просят она подсос или не просят чуть-чуть да чуть-чуть пошел пошел убери ногу с педали топай здесь провала нет нету а ощущение улучшения есть? я-то не чувствую понимаешь сижу справа причем я мэрс он или едет едет себе тихонько не чувствую так вот здесь вот есть дорожка это туда заедь и развернись там где? здесь? а вот вот-вот-вот-вот же все мы уже заезжать можем здесь стоянку подсос убрать? подсос убрать конечно пошел вот видишь кивнуло ну нету так стоп остановись где-нибудь а теперь смотри ну ничего не дает Матвей дорогой мой ну что ты единица давай на семерку поставим давай я мигом мигом да ты давай я подержу это ну капот нет Матвей мне кажется ты просто думаешь что она изменяет угол она ни хрена угол не изменяет да а ты подвинул седьмое положение мужики едем что на первом нету значит нет на первом значит детонации что на семерку сейчас посмотрим аааа вот сейчас вроде лучше или нет ли да да нет я не чувствую нет дорогой я вот ты то лучше чувствуешь чем я вот как как это очки то подбирает лучше а с этим стеклом а с этим ну вот скажи мы сейчас ехали в ту сторону на единичке а сейчас едем на семерке я не вижу миг какую разницу семерка лучше да а ты говоришь на единичке мы была детонация а у нас нет ни на семерке детонации ни хрена а это форточка что была открыта короче а не я и так слышу детонационная сгорань взрывное горение там пальчики дыры 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 не она еле еле была услышная когда ездил что там вверхуешь королеву ладно закрой окно а то продует махер короче матвеюшка ну что делать то будем не знаю я там нет все равно я тебе жиклеров надавал ага много машины клевок это что такое клевок это нехватка топлива а вот теперь смотри это забавь газ теперь четвертый подсосить чуть-чуть ага набираем на четвертый да хоть на какой видишь клевка то нет клевка то нет а то о чем говорит ну что ей ну я поставлю сейчас 115 да клевка вообще не будет ну и будешь на заправке в заправке ехать я что то не знаю даже вот мне бы посмотреть дымность там есть дымность или нету ой мужики вот это такой процесс убеждения значит клиента да не машина ездит хорошо да нет ну я не ездил я не знаю как она хорошо ездит точно так же как вот по разгону по динамике она едет вот как я сюда приехал она валит но я просто не знаю какой расход у нее был вот честно вам скажу потому что я бы думаешь короля там ездить до 15 лет а может быть это у нее потолок хоть что-нибудь что ставь ей ну мне кажется это вообще ну прилично и достаточно зачем ей больше нет я понимаю а знаешь мне угла мне угол хочется знаешь она это мерс пусть он е 200 но это мерс ну 2 литра и 30 лет ну согласен 30 лет а сколько это у него мощность вроде 109 написано 109 но это маленький мерс ну как то мерседесик не ну с десятками то не сравнить естественно даже 30 летний мерс ай мужики мужики мать ты вооружен практически до зубов я теперь вообще солдат мужики я ему дал весь наш набор всех же клёров какие только есть у нас на свете вот все тонкие трубки толстые дыркой без дырки с шариком без шариком он матвей просто это а я же не знал что ты он мужики ко мне как только приехал но и ульяновска еще ну больше ну а ульяновс ты у тебя кто то есть там нет я там по делам спустим аааа так вы как сейчас поедешь один-то ночью спокойно как всегда ты выдерживаешь дорогу да Да? Я нет. Вот сумок я уже не вижу ни хрена. Ну, если устаю, конечно, устаю. Это лучше поспать на полчасика. Потом как рулеться. Я, знаешь, можно было, конечно… Сейчас уже клёр. Но мы же в воздух поставили, в воздушной труппе. Поэтому ничего не надо делать. Обороты уберём. Итак, мужики. Ну, ролик, конечно, ни о чём. Вы опять будете ругаться, что мы, значит… Я не показал всю рутинную работу. Ребят, я не только не показал. Я вам рассказал всё, что ставили. Там столько косяков было. Про клапан сказали. А, ну что, резьбы? Не было. Я сказал. Я показывал резьбу. Это не надо. Мужики, вот так оставим, конечно, всё. Обороты уберём. Они должны регулироваться именно вот этой. Только этой, без ничем. Не-не-не-не. Ну-ка, дроссель. Терни вот сюда. А, у нас подсоса нет. Подсоса. Ну, вот куда ещё ниже. Ниже не надо. Я внизу, что? Где-то в районе 800. Так, да. 800. Мужики, вот на этом мы закончим. Конечно, будут критика большая. Да и мне пофиг. Критикуйте. Вот когда диванные критики меня критикуют, меня абсолютно по барабану. Вот если бы что-нибудь путное предложили, вот тогда было бы приятно. Я бы даже вас где-то озвучил, что-то сказал про вас. А так, вот мы поставили крышку сначала. У него резьбы не было. Я поставил восьмую крышку. Неважно, какая. Восьмая, 73-я. Все они одинаковые. Там разница. Иконостатик, да, переходник. Мы забыли поставить вот этот сектор. Нагреваем машину, он убирает подсос, она блохнет. Мужики, этот сектор очень... Огромную роль играет вот этот сектор. Он у нас на 41-м карбюраторе стоит под номером 12. А на 73-м карбюраторе под номером 6. А у него стояла крышка, он восьмую. Не стоит крышки, да, пацаны? Ваши, ваши, ваши. Мужики, это... Матвей, может пару слов говорить без протокола? Я доволен. Матвей, только мне мсти. Мне не надо мсти. Я все вижу. У нас полтора года пытаюсь до вас доехать. И доехать, слава богу. Чувствуйте. И на школу будет. Ну ладно. Это... Матвей, мы не прощаемся с тобой, так вот. Это... У нас телефон нашляет. Хорошая. Значит... Компания. Если поедешь в Самару, где Милки просим, набери всех... На листочке всех косячков. Ну то есть, всех проблем таких нет. У меня главное теперь есть... Матвей. Матвей его звать. Он живет в городе Ашкарова. Это далеко, ребят. 450 километров. Теперь аккуратненько ехать. Значит, я всегда на связи. Сколько ты будешь ехать, я буду ждать твоего. Счастливо всем. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok